«Самопровозглашенная ДНР фактически вошла в рублевую зону, основной денежной единицей стал рубль», — сказал журналистом спикер парламента ДНР Денис Пушилин. «По факту, основная денежная единица — это рубль, по сути, Украина сделала все возможное, чтобы вытолкнуть нас из гривневой зоны. Мы фиксируем, что предпринимателям выгодно использовать именно рубли. По сути, это «рублевая зона», — заявил Пушилин. Российский рубль 3 сентября стал единой учетной валютой в самопровозглашенной ДНР. Республика официально перешла к плавающему курсу рубля, ранее курс в ДНР был жестко зафиксирован по отношению к украинской гривне в соотношении 2 рубля за 1 гривну. С 1 сентября рубль стал основной валютой и самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Силовая операция против недовольных газпереворотом жителей Донбасса длится больше года. На переговорах 12 февраля были достигнуты договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, внесении в Конституцию Украины изменений о децентрализации власти, а также о закреплении особого статуса отдельных районов в Донецкой и Луганской областей. 1 сентября в Донбассе начался очередной режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине 26 августа в Минске. Субтитры создавал DimaTorzok